Бесы посмешище делают. Как только молиться, внимание моментально рассеивается. Так вот, задача-то в чём состоит? Не в том, чтобы будто бы мы сразу можем начать сосредоточенно, внимательно молиться. Это требует упражнения. Недаром все наши отцы говорят, нужно упражняться в молитве. Услышите? Прямо слово-то какое! Прямо как к спортсменам. Буквально как к спортсменам. Кстати, греческое слово аскео, которое у нас переводится как подвизаюсь, отсюда подвижник, компьютер переведёт спокойно, скажет спортсмен. Слово-то одно можно перевести и как спортсмен, и как подвижник. спортсмен, только смотря в каком виде спорта. Можно руками-ногами, а можно душой, умом. Так вот, оказывается, что посмешищем является тот человек, который привыкает уже произносить, нисколько не думая о внимании и нисколько даже не настраивая себя на то, чтобы действительно, ах, Царю Небесный, утешителю души истины, приди, селисье вны, очисти вны! Вы слышите, как? Ой, как трудно держать внимание, батюшки мои! Ой, ой! А так сразу – тра-та-та! И всё в порядке! Так вот, видите, оказывается, какое серьёзное дело! Потому что из этого невнимания в молитве проистекают очень неприятные вещи и часто гибельные. Первое и самое главное – гибельное следствие, невнимательное отношение, что я же читаю молитву, понятно вам? Я совершаю правила, понятно ли? Вам понятно? Мне понятно! Я читаю, я знаю! Всё-таки я кто? Так невольно вспоминаются слова свидетелей Феофана Затворника. Сам дрянь-дрянью, а всё твердит. Я не такой, как прочие человечцы. Не так, как вот они там, знаете, вот там. Ай, там. Я-то не такой. И забыли об одной из главнейших мыслей христианства о том, что в тот момент, в том состоянии, когда я вижу себя лучше других, значит, я уже хуже всех. Потому что нет ничего худшего состояния в человеке, какого-то мнения о себе. Я всё-таки православный. Слава тебе, Господи! А там эти кто? Вы слышите, ужас да какой! А первый в рай кто вошёл? Бандит! Не архиереи, не священники, не богословы, не фарисеи, книжники эти, законники. Уж кажется, кто бы, право Господь бы должен был бы показать. Вот, смотрите, кто исполняет весь закон Божий, всё вычитывает, всё делает, даже свечки через левое плечо не передаёт, а через правое только. Никого не отметил Господь Евангелие. Промыслительно, вы слышите, промыслительно указал, кто же спасается, тот, оказывается, который своими грехами, я не знаю, что только наделал, руки по локоть, может быть, в крови, что он сделал доброго, скажите, ничего. Но пришло осознание и понял, что сами страдания его, этот крест, это не случайность, и вовсе не потому, что вот его схватили там, или эти злодеи-люди, которые решили его помучать за его преступление, а что Бог дал ему этот крест. Представьте себе, и он что сказал? Достойное по делам нашим. О, наука! Вот вам преступник, вот вам бандит, негодяй! И вдруг что сказал? Причём, что терпел-то? Не какие-нибудь наши скорбишки, о чём мы ахаем и часто плачем? Ай, что мне делать? Из-за какой-нибудь даже чепухи, а тут прибит гвоздями, когда каждый вздох, эта пытка на гвоздях потянуться и вдруг такое сказать достойное по делам нашим получили. Вот что он сделал. Это первое, что он сделал. Это такая наука, которая, которая, ой, 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 если бы христиане этому поучились бы! Да чего ж бы изменилась бы жизнь бы наша, если бы мы во всех наших скорбях, неприятностях, болезнях, страданиях вдруг бы сказали Господи, достойное по делам моим! Нет никакого сомнения, что переживал этот правый разбойник после того, как это сказал и что потом прибавил? Он понимал, кто он и чего он достоин. Чего? Ада! И поэтому у него даже мыслей не возникало о том, чтобы у него какое-то, может быть, другое место. Поэтому обратился только Господи, ты меня помяни там, во царстве твоём! Ну, мне кажется, я всё-таки хоть где-нибудь, ну, в тихом районе, ну, в маленьком где-нибудь, в самом последнем месте, под каким-нибудь цветочком, кусточком, ну, всё-таки я ж православный, всё-таки в раю буду, в раю буду. Вот те доказательства, что ты не будешь там до тех пор, пока ты считаешь себя достойным. У святых отцов так много по этому поводу написано. Как много они об этом говорят! Как много они говорят о чём? О том, что вот эта внешняя наша христианская жизнь, так называемая воцерковлённая, воцерковление, то есть мы ходим в храм, соблюдаем какие-то правила, посещаем богослужения, исповедуемся, пречаемся, записки посылаем, молебны, панихиды служим, посты соблюдаем, кажется. Ну, пьяницы говорят в доску пьян, мы в доску прям православные. А что говорят святые? Он в Арсенуфе Великий, например, что пишет? Пост телесный ничего не значит без духовного поста внутреннего человека, который состоит из предохранения себя от страстей. Оказывается, есть какое-то внешнее после этого издержания, есть какое-то внешнее понуждение себя, а есть ещё какое-то внутреннее. Вот оказывается, что происходит в человеке. Что такое внутреннее? Внутреннее – это наше внимание к заповедям Евангелия. Что такое внешнее? Это наше исполнение церковных предписаний. То и другое нужно. Ну да, ну, конечно. Исполнение церковных послушаний, предписаний, оно дисциплинирует нашу душу, оно может помочь нам, может помочь. А вы знаете, оказывается, какая опасность? Если человек при этом не думает о самом главном, об исполнении заповедей Евангелия, то в таком случае вот эта внешняя церковность, внешняя христианская жизнь может привести человека к ужаснейшему состоянию. пост и внешнее вот это дело не церковное без внутреннего приводит человека к самомнению, о чём вот мы сказали, к самомнению, к мысли о том, что я уже всё-таки не такой, как как прочие, а вместе с ним в человеке поселяются, если хотите, и все прочие страсти. Вы обратили внимание, что в Евангелии Господь ни разу не сказал «горе вам, воры!» ни разу не сказал «страдное дело! Горе вам даже, блудники!» «Убийцы!» А посмотрите непрерывно, о чём говорит «горе вам, фарисеи!» «Лицемеры!» «Гробы окрашенные!» «Которые снаружи все кажутся чуть ли не святые и неправедные, а внутри наполнены всеми страстями человеческими». Вы знаете, вот это вот положение о том, что является главным и первичным, а что вторичным и подсобным, это чрезвычайно важное положение. Главное – это заповеди Евангелия. А заповеди к чему сводятся? Относись к другому человеку так, как ты хочешь, относились, чтобы к тебе. Не делай другому ничего дурного, что не хочешь тебе. Но это дальше святые отцы как великолепно раскрывают это положение в отношении других, других вещей. Но если я завидую другому, скажите, так как я чувствую себя по отношению к этому человеку? Уже отрицательно. Так, а ты хочешь обо тебе тоже или нет? Когда я осуждаю другого, о чём идёт речь? Об очень простом. Знаете, о чём, когда я осуждаю другого? Я бы такого не сделал. Слышите, насколько я хороший? я бы такого не сделал. Смотрите, что делает он, она. То есть, я что хочу сказать? Я такого. Слышите, я насколько лучше. Вот беда. Вы знаете, в связи с этим хочется сказать, что гордости мы как-то все, может быть, не очень замечаем, ещё другие страсти – да. А вот здесь-то, в самом факте осуждения и открывается как раз что во мне сидит. Недаром Господь сказал – не судите, да не судим и будете. Верно! Мы не знаем, в каком состоянии другой человек находится, как он воспитывался, в какой обстановке, что у него вообще в данном случае на душе. Поэтому ни в коем случае это нельзя. Нельзя этого делать. Но самое интересное, что через это осуждение я показываю себе, другим не важно, я убеждаюсь, Боже мой, оказывается, что же во мне сидит? А я и не видел. Ну, числаве вижу. А гордость? А какая гордость? Вот она на лицо. Смотрите, а я бы такого не сделал. Вот видите, христианская жизнь оказывается, заключается не просто вот во внешней церковной жизни. Она нужна нам постольку лишь, поскольку помогает исполнению заповедей. Если внешняя церковная жизнь не помогает исполнению заповедей, то она становится убийством для человека. Святитель Игнатий Бринчнинов об этом ой, как предупреждает! Смотрите, как предупреждают святые отцы об этих вещах. вот, что пишет святитель Игнатий. телесный подвиг несопровождаемый душевным, вот этим духовным, более вреден, нежели полезен. Вот вы скажите, вот сейчас скажи кто-нибудь такой, скажет, ну, это я не знаю вообще, что он с ума сошёл. Это что, телесный подвиг, как это более вреден? Это же необходимо. При каком условии несопровождаемый душевным, более вреден, нежели полезен. Почему? Объясняет. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей и перечисляет. Тщеславие, ну, конечно, видите, я-то каждый круглый год хожу в церковь. Правда, как ни приду, всё, Христос в воскресе почему-то поют, но это ничего. Я шучу, конечно. Необыкновенное усиление душевных страстей, тщеславие, лицемерие, обязательно начинает человек лицемерие, надо же показать всё-таки православным, лукавство, гордыня, ненависть, зависть, самомнение. О, как пишет великий святитель, великий наставник нашей духовной жизни. святитель, но в то же время он предупреждает и говорит, оставление телесных подвигов делает человека подобным скотам, когда он ничего, не воздерживается ни в чём. Ну, действительно, как скотина, она же не знает никакого воздержания. Правда, понятно? Понятно. Но что он дальше пишет? Что он дальше пишет? Излишество их, то есть, когда человек берёт на себя то, что не свойственно его, например, образу жизни, характеру деятельности, его труда, излишество их делает человека подобным бесам, способствуя расположению к усилению душевных страстей. Ну, то есть, самомнение. Понятно. Понятно. Посмотрите, оказывается, как важно святотеческое правило, которое, как гласит, всё без меры от дьявола. И высшие из добродетелей нашей жизни – это рассуждение, рассудительность. во всякой, во всякой ситуации, в каждом деле и в целом, как важно рассуждение, но рассуждение основанное, конечно, не на своём глупом разуме, а осуждение, основанное рассуждение на Евангелии и учении святых отцов. Вот, кстати, между прочим, Игнатий Варенчининов открывает очень интересный закон духовной жизни. Может быть, он для многих будет тоже интересен, потому что открывает действительно просто нечто замечательное. Я вам зачитаю, и вы посмотрите, что он пишет. «Некоторые страсти служат началом и причиной для других страстей». Некоторые. Страсти? Страсти. Но являются причиной и началом для других страстей, для другого уровня, худшего. И вот он пишет, какие же это некоторые страсти, которые являются началом и причиной. Перечисляет таковые объедения, нега, развлечения, роскошь, сребролюбие, славолюбие, неверие. Ну, если попытаться так кратко сказать, то начальными, видимо, страстями он называет по-видимому то, о чём так коротко и ясно сказал преподобный Авва Дорофей, что началом всех страстей являются три главные. И он перечисляет. Студент меня говорит «три СС». Что это такое? Они отвечают «славолюбие», «славстолюбие», «сребролюбие». Правильно. Верно. Вот эти вот три страсти, они действительно присущи прям нашей вот этой вот падшей природе. И вот Игнатий Валенчинов говорит «вот эти страсти, если не бороться с ними, то тогда они порождают ещё более худшее». Что же это худшее? Перечисляет, он прямо пишет, последствия этих первых страстей сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, гордость, забвение Бога, оставление добродетельного жительства. В духовном подвиге должно преимущественно вооружаться против начальных страстей, начальных, вот этих первых, три последствия последствия их будут уничтожаться сами собой. Знаете, это же просто потрясающий закон. Нет, три жалуются. Я не могу избавиться от зависти. Не могу. Не могу избавиться от гнева. не знаю этого закона. А если бы они знали, посмотрели бы на себя и сказали – понятно, почему не могу избавиться. Потому что люблю роскошь, люблю развлечения, люблю негу, люблю своё чрево, и после этого я ещё хочу избавиться от зависти. Голубчик, ты что? Как это такое? Выйти на мороз и сказать – не могу избавиться от холода. Так ты оденься. Одно порождает другое. Вот посмотрите, какой закон! Ведь его мало кто знает. И о нём почему-то ничего не говорят. Просто странно даже. А это же просто необходимо знать каждому человеку. Потому что вот эти последующие страсти, которые он перечисляет, вот этой зависти, гордости, гнев, памятозлобия – это же мучительные вещи, действительно. И многие не знают, как просто что делать и как быть. Забывают, что оказывается, если не будешь бороться с первыми, то ничего не сделаешь другими. А мы часто пытаемся что? Что? постричь верхи – да, не заведуй. Как один прислал письмо и говорит, вот я спрашиваю там опытных людей, как не могу выпить, пью, не могу, боюсь, стану алкоголиком. А мне говорят, ну так что ты, ну не пей и всё. Замечательно. Как мне бороться с пьянством, не пей и всё. Но ведь нельзя забывать, что мы можем часто пытаться стричь вершки и поливать корешки изо всей мочи. И тогда эти вершки ещё больше распушаются и дают ростков. Вот какие интересные законы оказывается есть в духовной жизни. Незнание их часто приводит человека действительно в уныние, а иногда буквально отчаяние особенно того человека, который действительно хотел бы, всё-таки хотел бы хоть немножечко ощутить себе христианство. Ощутить. Однажды на лекции одна женщина встаёт и говорит и называет там, я вот несколько десятков лет, ну, всё жить, хожу в храм, а я какая была, такой и остаюсь. Вы знаете, я даже подскочил. Говорю, спасибо вам огромное! Вы сказали то, о чём все молчат, всю жизнь в храм ходим и, кажется, всё делаем, а каким я был, таким остался. Каким? Не тронь меня, а то так обсыплю, что не обрадуетесь. Каким был, таким и остаёмся. Всю жизнь хожу в храм. Что ж даёт христианство? Что это за религия? Чего-то обещают, какое-то не знаю что. в чём причина? Причина в чём? Если говорить уже так по существу, то первая и главная причина, то, с чём мы начали встречу, совершенно перестали молиться. Мы православные. Да, нет, мы молимся, вот когда случится беда, ой, тут, знаете, не только я буду молиться, я напишу тысячи записок и по монастырям, и не знаю куда, и побегу ко всем, пока не кольнёт меня. Вот приходится говорить с великим сожалением. Вот множество людей идут к каким-нибудь там святыням, к чёртворным иконам, к мощам. Так, о чём молятся? Возьмите диктофончик, спросите, о чём молятся? Вы что, думаете, кто-нибудь молится преподобнию отче Серафиме «Избавь меня от зависти?» Да ну вы что? Вы что? Да какой же православный молится «Избавь меня преподобни отче от зависти?» Он молится «У меня печень болит, у меня муж гуляет, у меня брат пьёт, мне дочку надо в институт устроить, а и друг молится «Избавь меня от зависти». Да вы что? вы представьте себе язычники да, что язычники только делали, чтобы избавиться от бед, от гнева богов. Знаете, был такой идол, огромный медный идол, куда женщины даже кидали в раскалённую пасть младенца свою в жертву, лишь бы только избавиться от чего-то и получить что-то. И вот теперь мы, православные, которые знаем, что Христос сказал, что царство моё не от мира сего, о чём пишет апостол Павел, что не имеем здесь пребывающего града, города, но грядущего взыскуем. Мы, которые слышим, ищите прежде всего царство Божие и правды его и и и оказывается, чего ищем? Ой, вы знаете, эта икона помогла мне! Икона помогла мне! Даже до этого доходишь. Ладно уж хоть Божья Матерь сказать, это уж ничего, ладно! Да, опять в чём? Скажу, верно, Господь может помочь! При каком условии? При каком условии? Когда Он видит, что наше главное это обращение – Господи, помилуй! Когда главное это покаяние, когда главное это стремление к Царству Божию, тогда – да, Сам Господь сказал, научил даже, хлеб наш насущный дашь нам днесь, но как? Как просить при этом? Господи, просить так, как обращался Сам Господь Иисус Христос? перед видев все эти жуткие страдания, вы только подумайте только и сказать такие слова – впрочем, не моя, но твоя воля добудет! Кто хочет что-то получить, Господь знает наши нужды, знает наши скорби. Кто действительно хочет получить, тот должен показать веру Богу. Господи, я верю, что ты любовь, что ты премудрость и что ты делаешь самое лучшее для меня или для нас. Да будет воля твоя! Поэтому святые решительно настаивают на том, что ни в коем случае никогда нельзя с усилием просить что-либо что-либо у Бога. Ничего нельзя просить с усилием, настойчиво, потому что это настойчивое свидетельствует о чём? Разве непонятно? Господь, да будет моя воля, а не твоя! Ты, Господи, там высоко сидишь и не понимаешь, что у меня вот такое! Вот так же надо, Господи! мы Богу командовать собираемся и потом хотим что-то получить. Ай-яй-яй, бедные люди! я как-то прочитал слова современных монахов афонского монастыря Кутлу-Муш. Там, вы знаете, 20 монастырей на Афоне. Да. И вот монахи этого монастыря в связи с обострением знаете, там мысли о том, что приближаются там времена Антихриста и что будет, эти толкования апокалипсиса, они в сочне нужном прямо заявить, заявить, что те, которые ищут пророчеств, ищут предсказания, показывают тем самым своё неверие, поскольку ищут этого, и Бог отвращается от таковых. Верующий человек что значит? Он знает, что всё происходит в нашей жизни по воле Божией. Воле какой? Бога, Который есть любовь и премудрость. Поэтому верующий человек говорит, Господи, да будет воля твоя, ты, Господи, видишь, что я хотел бы, ты видишь, о чём я страдаю, ты знаешь, что, но я верю, что ты, Господи, сделаешь так, как мне будет наиболее полезно, а не так, как мне кажется и хочется. Так вот, первое, первое, что мешает христианам стать христианами. Первое. Полное неумение молиться. Молитва или только о земных вещах, или никакой молитвы, а просто произнесение слова молитвы. причём вот это последнее, это настолько опасная вещь, что просто трудно даже выразить словами, потому что человек привыкает к этому. Вы знаете, какая просто беда? Просто привыкает к этому. Вот приходится иногда убеждаться даже в таком очень хорошем обществе, не скажу какому, ни за что не скажу. Даже если вы что угодно будете делать, не скажу. Хорошее общество, христианнейшее общество. Молитва перед столом. Отче наш Еси Северный 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 Закончилась трапеза. Благодарим тебя, Христиан Боже Наш Грис Северный Грис Грис спросите, а вы к кому читали молитву? Часами можно сидеть за столом, как только касается прочитать 20-30 секунд молитву, это уже невозможно. Надо быстрее, быстрее, быстрее. И знаете, как будто Богу просили, ну на тебе уже, коль положи. Ужас какой! Кажется, здесь несколько секунд возьми себя в руки, обратись к Богу так, как нужно. Первые убийства, убийства потому, почему мы десятки лет всю жизнь проводим и какими были, такими остаемся, не получая никаких плодов, никаких результатов. Так мы не умеем молиться. поэтому святитель Игнатий Вриньевич Нинам настойчиво прям предупреждает, прям настойчиво такие фразы произносят, вы знаете, просто дзи удаёшься. Вы знаете, какую фразу он произносит? Нужно начать учиться молитве. учиться молиться. Это мне это начать. И это он христианам пишет, надо начать учиться молиться. И вы знаете, такие золотые слова, они пролетают вон, как ветер. даже никто внимания не обращает на это. И остаёмся бесплодными. И так всю жизнь, так всю жизнь, кажется, всё делаем. Знаете, как часы завели, и стрелки вращаются. Так и мы вступили в эту церковную сферу, церковь, и всё тут и вращаемся. Всё как? Как положено. А в чём результатов нет? Первое оказывается забыли, что молитва, в которой нет молитвы, это не молитва, как пишет святитель Игнатий, а оскорбление Бога. А преподобный Илья Пресвитер говорит, такой человек является посмешищем для бесов. Что больше нравится, интересно? Вот оказывается причина, по которой мы можем провести всю жизнь в церкви, церковные люди, и никто не скажет, что не церковные, а результат – все страсти так и живы. Все. Что спасло разбойника? осознание своего недостоинства. Осознание недостоинства. Раз. Смирение поразительное. Ты меня помяни, Господи, я там никогда не буду. Вот это вот осознание, что мы действительно, действительно недостойны мы ничего. не только недостойны, а ничего не можем даже доброго сделать, это крайне необходимое положение. Вы можете представить, что, например, вот такой великий святой, как Макарий египетский, Макарий великий, которого современники называли, за его удивительное человеколюбие и за святой жизни, называли земным Богом. И как же этот земной Бог молится? Скажу вам по секрету. Скажу вам вы же сейчас по секрету. Боже, очисти мя грешного, як он не коллижи, то есть никогда же сотворих благое пред тобою. Это утренняя молитва, которую каждый православный христианин должен знать. Это Макарий великий, никогда же сотворих благое пред тобою? Вот, оказывается, чем измеряется духовное совершенство. Мы-то знаем, чем духовное совершенство. Чудеса есть? Пророчества есть? Предсказания есть? О, святой! Святой! По каким признакам судим? Прямо язычники, настоящие язычники! Потому что вы не думаете, в языче вы знаете, сколько чудес творили. Я надеюсь, что Библию как-то в руках немножечко содержали, то вспомните, как Моисей, когда Моисей, когда творил чудеса перед лицом фараону, помните, он творил чудеса? И помните, что делали языческие жрецы египетские? Точно то же самое делали! Ну, кроме последнего чуда, вы слышите? Нас это ничему не научает. Святые отцы как пишут, Кассиан Ревлинин пишет, чудеса, вызывая удивление, мало способствуют духовной жизни. Слышите? Более даже того, он пишет ещё более страшные вещи, даже такие многие, говорит он, развращённые умом, вы послушайте только. Преподобный Кассиан, многие, развращённые умом и отрёкшиеся от веры, творят великие знамени и чудеса. Вы скажете, как это понять? Не будем рассуждать, только напомню случаи издеяния апостольских, когда семь сыновей какого-то первосвященника, то есть иудеи, иудеи, не христиане, именем Христа, которого проповедует Павел, то есть сами они не верили даже, а его именем так изгоняли бесов. Так вот, оказывается, для нас кто авторитет, кто святой, святой, у кого можно получить совет, прозорливые и чудотворцы. А святые отцы наименьшее внимание придавали именно чудотворцам и прозорливым. и объясняли почему. Говорили, что сами факты по себе чудо, чудо и прозрение сами по себе ещё совсем не означают того, что у этого человека есть дар рассуждения. Руководителем является тот, кто имеет дар рассуждения, а не тот, кто творит чудеса и пророчествует. Поэтому в древних монастырях часто ставили, выбирали, выбирали руководителей совсем не тех, кто творил чудеса, а рассудительных. Ибо, говорили отцы, высший добродетель – это добродетель рассуждения, без которой вообще нет добродетели. О, как интересно! Так вот, второе, почему у нас мы остаёмся в том же захламленном положении. Во-первых, не молимся. Во-вторых, не о том молимся. В-третьих, обращаем внимание только на внешнюю церковную жизнь. То есть, ведём себя, как заведённые часы, а забыли о том, что задачей церковной жизни является борьба со страстями. Со страстями, то есть, с какими? С осуждением, с завистью, с гневом, с неприязью к людям и так далее. Вот что спасает человека. или, напротив, оставляет его бесплодным. Почему и писали так, что телесный подвиг, то есть, внешняя церковная жизнь, если при этом не обращено главное внимание на борьбу со страстями, он не только бесплоден, а он может даже стать причиной возбуждения и усиления душевных страстей. Почему? Понятно. Я же вижу, я церковный человек, вы слышите? А эти кто? Я же вижу, насколько я лучше. О, беда-то! Это уже совсем беда. Это совсем тогда беда. Почему Господь с такой силой и осуждал вот этих законников, которые, кажется, всё исполняли скрупулезно, вплоть до того, что придут с торга, вымоют чаши, руки, я не знаю, всё на свете. Осуждал и говорил гробы окрашенные. Вот, оказывается, какие вещи в отношении вот таких вот руководителей, которые, может быть, часто могут... Не знаю, сейчас есть такие, которые творят чудеса, может быть, есть, но, по крайней мере, пророчествуют это многие. Это уже я знаю. Игнать Северенчанинов писал, я вам зачитаю сейчас, послушайте, это очень полезно для нашего времени. Душепагубное актёрство и печальнейшая комедия старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Доведают они, что самое их намерение, самые мысли и понятия их о великом, он пишет, иноческом делании, о слушании, суть ложная, что самый их образ, мысли, их разум, их знания, суть самообольщения и бесовская прелесть. Понятие прелести совсем исчезло. Почти. Всё мы говорим только о нравственных вещах. Вы знаете, что такое нравственный человек? не убивает, не грабит, не изменяет, исполняет законы, живёт нормально, никому не мешает. Всё. Нравственный человек. Вы ничего не можете сказать, никаких претензий. А вы попробуйте коснитесь человеку и скажите ему, ты дурак. ах, я дурак! И тогда узнаете. Нравственность и духовность – это совсем разные вещи. Я думаю, что, может быть, даже и бесы какие-нибудь есть там нравственные, но исполненные гордыни. Разве нравственность наш спасает? Да, в языческих религиях, по крайней мере, таких, где высокие были учения, там нравственность превыше всего. Христианство говорит – нет, мерою смирения получает человек благодать Божия. Ненравственностью самой по себе она необходима, конечно, совершенно недостаточно. Не заслугами, как это учит католическая церковь, да избавит Бог от этой гордой мысли, да избавит Бог от каких мнений о своих заслугах. Нет, только мерою осознания своей греховности, своего недостоинства, смирением может человек получить милость Божию. Святой Исаак Сирин писал воздаяние, воздаяние, то есть, если хотите, ну, награды, что ли, царство Божие, так? Воздаяние бывает недобродетели, вы послушайте только, что он пишет, прям камнями побить сразу можно, воздаяние бывает недобродетели и не труду ради неё, а порождающемуся от них смирению. Смирение-то рождается в трудах, а не просто так. И если не будет смирения, напрасны все труды и все добродетели. Как это важно знать, что если не будет смирение, то напрасны все труды, все добродетели. Я почему так об этом говорю? Целая, гигантская, так называемая церковь католическая, вся стоит на чём? На учении, на учении о заслугах. Заслуга! Человек, приобретай заслуги! И я приобретаю заслуги! И уж потом вы ко мне на казене подъедете с этими заслугами. Слышите, какое извращение христианства произошло? Но оно откуда произошло? Вы не думаете, что там какие-то злые люди это придумали? Нет! Вот это учение о заслугах, оно в нас сидит! Подал копейку нищему, Господи, лимончик, подавай! Я же подал уже заслуга! Вы слышите? Всё в нас сидит! Малое дело сделал человек, уже носик кверху! Вот до чего испорчены! До чего испорчены! Это страшное просто дело! Это опаснейшая вещь! Вот, кстати, по какой ещё одна причина, по которой можно всю жизнь, кажется, быть в церкви, творить добрые дела, слышите? Добрые дела! и оказаться, Господи, не хочу и произносить даже, не дай Бог, что бесам не оказаться с этими добрыми делами и со всей своей церковностью, если не видим своих грехов и не смиряемся. Как увидеть свои грехи? Как увидеть? отвечает преподобный Симеон Новый Богослов. Понуждение себя к тщательному исполнению евангельских заповедей открывает человеку все его недостоинства. Евангелие говорит, не осуждай. Я не могу вообще не осуждать. Как сошлись, о чем еще говорить-то, правда же? Всех осуждаем снизу доверху, всех своих и соседей, и друзей, не знаю, уж начальство и говорить нечего там, все. А Евангелие говорит, не осуждай. Ой! Да что ж такое? Не завидуй? А как не завидовать? Не раздражаться, не гневаться? Да как это негодяй все, что он творит только? Как это на него не разлиться? И так далее. Вот оказывается талон-то где, где я могу увидеть, кто я. со всей своей церковностью, исполняя все, что предписывает церковь. А оказывается, человек, хочешь увидеть, кто ты, прими решение жить по евангельским заповедям, а не по человеческой просто морали. Я никого не убил, не ограбил, не изменил, и прям меня можно уже живьем канонизировать. Нравственный человек. Свечки ставлю в церковь. Хорош! Богу очень нужно это всё. Тебе нужно. Чрезвычайно важное дело. Вот где открывается немножко христианства. Оказывается, только только через понуждение, через решение жить по Евангелию я начинаю открывать себя, своё болото. Оказывается, что у меня в душе творится-то? Я всё время был уверен, что я очень хороший человек. А оказывается, оказывается-то, боже мой, не тронь, а то пойдёт вонь. Так вот, оказывается, без смирения нет плода и не будет. Всю жизнь можно провести и ничего не получить. И даже ещё более того, стать худшим, чем многие язычники. Те, хотя не знают Бога, и они как живут, так и живут. А тут, зная Евангелие, зная заповеди, да ещё при этом меня о себе, это уже на сто ступеней, на тысячу ступеней хуже любого язычника. Потому что худшего греха, чем самомнение, нет. Самомнение – это гордость. Сам сатана и есть эта гордость. Вот оказывается, в каком положении, в какой ситуации мы находимся. Вот святые отцы призывают нас, призывают нас к чему? К тому, кстати, что очень хорошо сказал той фразой никто-нибудь, не удивляйтесь, что сейчас назову имя Достоевский. Знаете, у него фраза? Смирись, гордый человек. И может добавить, и тогда будет тебе благо. Ну, хорошо, вы извините, я хотел всего пять минут говорить, но они почему-то растянулись настолько, но наверняка у вас есть какие-то вопросы, так что, пожалуйста, какие вопросы можете воспользоваться, я попытаюсь, попытаюсь, если смогу ответить. Но пока, видите, какой неожиданный вопрос, неожиданный вопрос, а, впрочем, наверное, неожиданный. Спасутся ли младенцы, умершие некрещенными? Очень кстати, я понимаю, откуда вопрос. 14 июля был синод, и на этом синоде было определение, теперь, определение такого рода, что наконец в церкви нашей появился чин церковного погребения, некрещенных, некрещенных младенцев. Очень многие переживали об этом. Знаете, умирает, родился и умер. Ну и мало ли по каким причинам какое-то время там некрещенные многие. И вот наконец, да, наконец у нас принят вот чин церковного погребения некрещенных младенцев. Почему вы скажете церковного? Как же такое? Господь же сказал, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царство Божие. Вот взяли эти слова, а смысла их и не знают. Что Господь сказал о детях? Помните, когда дети хотели прийти к нему, а ученики не допускали? Таковых есть царство небесное. Вы слышите? Царство небесное таковых есть. А когда Господь сказал, что кто не родится от воды и духа, о ком идёт речь? Вот ты, взрослый человек, ты должен выбирать мировоззрение. Веришь Бога или не веришь Бога? Признаёшь Христа или не признаёшь Христа? Если ты признаёшь Христа, то почему ты не принимаешь тогда крещение? Вот о ком речь идёт! А тут взять и на детей! Просто искушение какое-то! Господь сказал сам таковых есть царство небесное! И вот сейчас я что-то мешаю? Так вот! И поэтому вот сейчас значит наконец у нас есть чин погребения таковых младенцев церковный чин. Естественно, что этот чин с чем сопряжён? Священно действием это священник совершает, а не кто-нибудь. Естественно, конечно, если умирает младенец, то совершается это каким образом? Конечно, его гробик, конечно, заносится в храм, естественно, и ставится свечи, и поминается, там этот специальный чин. В общем, всё так, как положено при отпевании того, кто является христианином по своим родителям. Вы слышите, ребёнок по своим родителям принадлежит религии, если хотите. В данном случае, поскольку этот чин ясно, кто приносит младенца, это православные, то этот чин совершается над младенцем и совершается, конечно, в храме Божьем. Так что, вы знаете, это очень приятная новость, очень приятная новость, потому что для многих матерей это просто избавление от таких от страданий. Ну, вот так, вот так я могу сказать. Да, и спасутся, следовательно, дети спасутся ли, сам вопрос меня удивляет, спасутся ли младенцы умершие и не крещён. Господь сказал, таковых есть Царство Небесное, а мы так, Господи, а не ошибаешься ли ты? Слышите, мы уже Христу начинаем диктовать. Я удивлён просто таким, извините меня, что я так реагирую на вопрос, но действительно, Христу уже начинаем диктовать. Спасутся ли Господи? Вот ты сказал спасутся, а вот мы вот всё-таки сомневаемся, но хорошо. Так, пожалуйста, прошу вас, да. У меня такой вопрос возник, на который отвечают разные священники по-разному. Можно ли причащаться в армянской церкви? Одни говорят можно, другие говорят нет, это не православное. Хорошо. Вот вопрос к вам. Хорошо, да-да-да, хорошо, спасибо, да. Я отвечу, ваш вопрос это нередкий. Вы говорите, можно ли причащаться у армян, а армяне здесь тоже спрашивают, можно ли причащаться нам у православных. Послушайте, вы знаете, вот сейчас в школах вели охрану, знаете, да, охрану, да, знаете, ну, охранник, и пройти в школу нужно вам, чтобы иметь вам билет, что ли, ну, разрешение. Понятно. И вот приходит, приходит министр просвещения. Он спрашивает, а у вас пропуск есть? Нет. Извините. Получите пропуск. Да я министр. Ну, очень хорошо, мы уважаем. Вы, может, лучше всех педагогов этой школы. У вас пропуска нет. К чему я это говорю? Существует правило. Правило существует. Правило дорожного движения, правило входа в различие учреждения, например, на телевидении. Вы без пропуска не можете войти, хотя вы будете артистом всемирно, не знаю, каким угодно. Правило есть. Так вот и в данном случае в данном случае отвечаю теперь прямо на вопрос. Да, нельзя ни здесь представителя армянской церкви причаститься у православных, ни православному причаститься в армянской церкви, потому что это будет нарушение правил. То есть я не признаю дисциплины ни армянской церкви, ни своей. А кто ж ты тогда такое? А тогда к какому Христу ты хочешь причаться, когда ты не признаёшь? Я! Ах, я! Вот оно что! Для тебя правил не существует. Ну, попробуй-то вот на дороге скажи этому ДПС, который дежурит. Я! Он вам сразу скажет, что такое я. Понятно? То есть существует правила. Это не дискриминация ни для кого, когда на дорогах правила. Правда? Когда сдают. Ну, права. Это что, дискриминация? Если я не имею права, почему мне не разрешают ездить на машине? Это дискриминация, да? Скажут, да нет! Просто вы должны получить эти права и тогда, пожалуйста, езжайте. я почему-то настойчиво говорю, а то, знаете, просто обида. А почему нельзя? А мы верим во Христа и так далее. Ради Бога! Пожалуйста, принимайте православие и причащайтесь. Переходите в армянскую церковь и причащайтесь. Но правила надо соблюдать. Хоть немножко, но смиряться-то надо. Всюду требуется исполнение правил. Вот так. Так, хорошо. У меня такой вопрос, что меня смущает история Третьего Вселенского собора и вот со святителем Кириллом Александрийским. Меня стало смущаться, когда слушала лекции, и там кто-то прям конкретно сказал, что он монофизитом был. Потому что у него такие сложные богословия очень, и на него опирается и православная церковь, и на него же опирается и, в общем, монофизиты. И вот как вообще ко всему этому относится? Матушка, не только на него, на самой Евангелии опираются и православные, и монофизиты, и католики, и протестанты всех направлений. Так что то, что опираются, это ничего тут удивительного нет. Потому что каждый хочет показать, ну, показать, что, ну, правоту своих убеждений. И поэтому ищут действительно те авторитеты, которые бы подтвердили их учение. Только и всего. Да вы говорите, Кирилл Александрийский. А Исаак Сирин? Так до сих пор это остаётся. Он же был в Сирии. Жил уже в седьмом столетии. В это время, кажется, сирийская церковь была уже монофизитской. А мы говорим, святой Исаак Сирин. Вот в чём дело. Это, вы знаете, там есть такие вещи, которые, знаете, здесь лучше не богословствовать. Но есть такие вещи. Исаак Сирин, например, если говорить о нём, то же самое, кстати, о Кирилле Александрийском, да, у них встречались мнения, встречались такие мнения, которые потом церковью не были приняты. У Кирилла Александрийского, например. То же самое у Исаака Сирина во второй его книге о божественных тайнах. Он тоже самое там, есть у него встречаются такие вещи. Причины какие? Кирилла Александрийский, там разрабатывалось ещё богословие. Ещё это шёл процесс становления. И во время этого становления высказывались разные мнения, пока, знаете, не пришли. Как вот мы обсуждаем какой-нибудь вопрос и говорим одно, другое, третье, десять. И мы говорим, а, вот так! Вот так! Почему и собирались даже вселенские соборы для того, чтобы сделать вывод окончательный. Вот в чём причина. Так что этим можете не смущаться нисколько, что у Кирилла Александрийского, тем более, что там есть такие фразы, которые могут пониматься по-разному. Вот в чём дело. А там одна природа Бога, словооплощённого, например. Вот вам, пожалуйста. Одна такая фраза. Что это значит? Да. Это же очень важно. Из контекста можно взять. На самом деле, затем дальше, это объясняется вполне в православном смысле. Так не удивляйтесь этому. Вот так. Хорошо. Что ещё? Ну да, вот я вот сказал в отношении пьянства, что говорят, что перестань пить и всё. И бросить. Да. Вы знаете, как человек достигает, спортсмен достигает такого уровня, что начинает занимать первые места в каких-то соревнованиях. Знаете, как достигает это? Ну, например, тяжёлый атлет. Он начинает с какой-то гантельки, которая там весит 2, 3, 4 килограмма. Потом поднимает 150 килограмм. А начал с чего? Оказывается, достижения никогда не происходят сразу, а требуется постепенная работа. Если в отношении тех же пьянствующих всё зависит от того, в какой стадии у него это развито. Вы помните, знаете книгу преподобного Ава Дорофея, как он приучал своего ученика Досифея. Досифея – это был мощный такой воин, который привык есть изрядное количество. Вот он пришёл в монастырь к Аве Дорофею. И что тот предложил? Сказал, Досифея, вот, ешь. Питание было очень простое. Главным образом – хлеб, вода. Досифея – ешь. Ел. Сыт? Сыт. Хорошо. Прекрасно. Съел столько-то. Всё. Следующий раз садятся. Досифея, вот теперь ты разрежь этот кусок так, пополам. Другую половину. Ещё разрежь пополам. Теперь вот четвертинку ещё разрежь пополам. Это восьмая. И восьмую разрежь пополам. И вот теперь одну шестнадцатую, вы слышите, отложи в сторону. А это ешь. Съел Досифея. Как, Досифея, ты сыт? Ну, сыт немножко, правда, есть хочется. Ну, ничего. Проходит какая-то неделя-две. Досифея, ты сыт? Да, всё нормально. Ну, теперь отложи ещё одну шестнадцатую. И так постепенно, постепенно Досифей стал есть то, что, можно сказать, нормально для молодого человека, чтобы он мог действительно и нормально жить, и нормально трудиться, и не испытывать какого-то голода. Так Ава Дорофей приучил своего ученика Досифея к нормальному, разумному воздержанию. В отношении пьянству. Я не знаю, в какой стадии находится человек. Если он не очень ещё так, то, может быть, ему надо начать вот с чего-то подобного. Если, например, вот, пьют каждый день. Ну, попробуй. Не как, через день. Надо просто проводить эксперимент над собой. Именно над собой надо проводить сам настоящий. Выпиваешь, например, пол-литра. Хорошо. Давай-ка четвертинку отбрось. Или что-нибудь. Ну, в общем, нужно разумно, разумно начать, может быть, убавлять эту дозу. Это один из методов, учтите. Один. И это зависит от того, если человек ещё может пойти на такое постепенное уменьшение. Вот, это один из способов. Вот. Но есть, конечно, и другие. В России нет ничего худого, если какими-то медицинскими способами, медицинскими способами, например, вот там вшивают какие-то таблетки или ещё прочие вещи, когда человек уже далеко зашёл, ничего тут нет греховного и противохристианского. Против христианцев пьянствовать, а таблетку зашить – ничего нет худого в этом. Может быть, и такой способ. Но, скажу вам, самое-то главное, что это всё возможно и этот, и другой способ только тогда, когда человек сам захочет избавиться от пьянства. Если он поймёт, что всё, я погибаю. Если он не хочет, как это часто бывает, нет, я не пьяница, я захочу и не буду пить. Но когда ты не будешь петь? Когда захочу. Ну, тогда тут уже бесполезно, потому что он никогда не захочет. Поэтому первым условием при этом вопросе – это, конечно, помочь человеку убедить себя, себя убедить, что ты погибаешь. Что ты погибаешь. Ты семейный, ты можешь остаться без семьи. На работе – без работы. И вообще неизвестно кем. Христианин без христианства. Поэтому первая и главнейшая задача – это помочь человеку убедить себя, что ты, голубчик, погибаешь. Вот так. Если он в этом убедится, я вам скажу, это великое будет дело, потому что после этого он может тогда начать сам делать всё, всё, только скажите, что сделал, помогите мне. Тогда можно ему будет помогать. Ну, вот так. Так, ещё тут что-то. Ага. Является ли грехом... А, не клянусь Богом? Да. Да. Это всё равно что. Попробуйте, если вы клянусь головой матери. Знаете, что это значит? Значит, ты не исполнишь, ты говоришь, да, можете убивать мою мать, да. А тебе скажут, вот ты сам убей, ты же поклялся. Согласишься на это? Клянусь Богу – это кощунство, а не только грех. Нельзя ни в коем случае. Совсем другое дело, например, когда клятва приносится в военной службе, потому что вот я клянусь только своей честью. А здесь клянусь Богом? Как вот это такое? Вы лучше знаете, если кто-то так делает, я подскажу такому человеку, подскажите. Сейчас подскажу вам. Рассказать маленький сюжет, да? Маленький сюжет, чтобы оно лучше запомниться. Был такой знаменитый философ Сократ в Древней Греции. Он жил почти за 400 лет до нашей эры. Но он был такой умницей, необыкновенной. Но мало того, что он был умницей, он иронизировал и умел иронизировать над теми, кто видел себя умником. А были такие, которые называли себя софистами, то есть мудрецами. И они почитались людьми. О, софист, то есть мудрет! И вот Сократ однажды подходит к одному из таких софистов и говорит, Гиппи, его звать было софист, о Гиппи, я слышал, что ты умнейший человек, что ты всё знаешь. И Гиппи отвечает, клянусь собакой, Сократ, ты прав. Я ради этого только и рассказывал. В Древней Греции, оказывается, было принято для подтверждения истинности своих слов и убеждения клясться собакой. Так что в данном случае я этому человеку советую лучше клянись уж собакой, но не богом. Вот так. А вот существуют правила, монашеские правила, молитвенные, надо читать. А если внимательно, то получается там какая-нибудь одна десятая или одна пятая часть этого правила занимает всё то время, которое полагается на всё правило. И что с этим делать? Да. Недавно я читаю письма Валаамского старца и Анна. Кстати, очень советую эту книжку. Письма Валаамского старца. Обязательно приобретите все. Просто обязательно приобретите. Читаю эти письма, и вот он пишет одной женщине, одной женщине, которая говорит, что мне делать. Такой, мирской. Одной женщине пишет, она вот не знает, что делать. Не находит она времени. Ах, нет, 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 не мирской. Наверное, монахине, скорее всего, да. Похоже. Так, что делать? И вот он вдруг пишет такие слова. «Лучше сократить правила, чем кое-как исполнить его. Это совет немой, а это совет святого Исаака Сирина и ещё кого-то он называет и святых». В отношении, значит, она, эта женщина, имела руководителем только его. В монастыре же, как вы говорите, в данном случае, по этому вопросу и с таким предложением, со ссылкой на него, можно обратить только к игумене. Вот. К игумене или духовнику. И если разрешит, то да. Но как? Нужно тогда сделать? Вот жалко, нет матери игумене. Жалко. Как сделать? Так, как советовал святитель Феофан Затворник. Он как советовал? Сколько времени у вас выходит на правила? Так, полчаса, допустим. Я беру полчаса. Так, хорошо. Вот полчаса. Читай своё правило с вниманием. Сколько прочтёшь? Какое количество? Не важно. Но полчаса времени, отведённое на это, ты помолилась. О, пожалуйста! Может, прочтёшь всё? С вниманием. Хорошо. Прочтёшь половину? Но с вниманием. Хорошо. Сколько можешь? Тогда не будет искушения? Искушения какого? Вот, побыстрее! Всё в порядке. Нет. Время остаётся. А прочитать лучше пять слов, пишет апостол Павел, умом, чем тьму. Тьма, кстати, по-славянски, десять тысяч, чем тьму языком. Вот, оказывается, как. Тогда эта молитва, совершаемая с вниманием, действительно будет принята Богом. А вот эта чечётка такая, когда тра-та-та, тра-та-та, да, это никому не нужна, а является только оскорблением Бога. Так пишет святитель Игнатий Вринчанинов. Вот так можно бы решить этот вопрос. Но ещё раз говорю, как не лично, а с послушанием. Сказать. Я тоже, вот, у меня столько времени уходит на это. Но я не могу успеть сосредоточить своё внимание, сохранить внимание. Но я готова то же самое время, но прочту меньше. Вот так. Вот так. Пожалуйста. Ну, скажите, пожалуйста, вот, ну, скажем, в монастырях, всё понятно, монахи и послушники на любое дело дают благословение у настоятелей. А вот простым мирянам, мирянам, иногда вот ты читаешь, ну, переписывал, как он, будь известного, в Англосе, например, всего духовного, и чады, и, понимаете, как, и не понимаешь, на что надо власть в райе благословения, на что нет. Потому что, ну, насколько, ну, ну, насколько, ну, с моей точки зрения, мелочные, какие-то обычные, обысловенные дела, вот, нужно брать благословение или нет. Хорошо. 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 Мы, миряне, допускаем большую ошибку, когда пытаемся перенести устав монастырской жизни на свою жизнь. Это неверно. Только в монастырях или там, когда, например, живёт старец и с послушниками, которые живут при нём, они только брали благословение на всё. Для мирян этот метод, этот образ жизни не подходит решительно. Вы учите, слышите, я сказал, решительно. Почему? Я говорю, избавь Бога от себя говорить. Об этом настойчиво пишет святитель Игнатий Блинчанинов, об этом настойчиво пишет святитель Феофан Затворник. Они настойчиво говорят, что наше время – это их, это XIX век, на самом деле это ещё раньше даже – время – время жительства не по послушанию, а по совету. А вы понимаете разницу? А совет прибавляет святитель Игнатий. Можно исполнить, можно не исполнить. И тот человек, который даёт совет, он никогда не обидится. Почему? Потому что он прекрасно понимает, что все обстоятельства не может человек выложить ему, что он душу его не видит. По совету. А за советы мы обращаем, в мелочах мы никогда не обращаемся. За советы обращаются, когда точка решаются, вопросы серьёзные. Поэтому во всех прочих вопросах никаких благословений не надо брать. А братья, если благословение так, вот хотите, собрались поехать? В Москву, например, представляете? Так? И если вы хотите взять батюшка, благословите, помолитесь. Не в том смысле просите ехать или не ехать, а в том смысле, что помолитесь, благословите, я еду. Потому что отношение мирян со священником – это отношение совета, а не послушание, которое имело место в древних монастырях и отчасти сохраняется в последующих. Вот так. Так что миряне живут в лучшем случае, если найдёте священника, которого уважаете, и которого понимаете, что он разумный, и который может дать вам совет, обращайтесь за советом. Но никак не тем, что мы называем послушанием, а в мирском языке это называется приказом. Приказом. Начальник в армии приказал – всё в порядке. Но у нас всё послушание называется. Но это одно и то же. Приказ. И в монастыре тоже. Благословляю. Всё это приказ. На самом деле. Только слово другое. Так что можете быть спокойны. За советом, если какой-то серьёзный вопрос, пожалуйста, посоветуйтесь. С кем? С тем? От кого вы надеетесь получить разумный совет. Разумный совет. А не какой-то приказ. А то вы иногда знаете, вот был случай, то есть случаев таких очень много. Например, тот, который произошёл, мне рассказали. Одна девушка, там очень красивая, всё, ну, пришла к духовнику, не скажу какому, потому что знаете, так, вот, ну, ну, сказал замуж. Говорит, хо, хорошо, отодвигает занавесочку и такого ей жениха. Она чуть в обморок не упала. Но вышла замуж. Потом два года рыдала и плакала, пока не привыкла. А почему? Кто ж так делает? Ты что, в послушании, что ли? Ты что, монахиня? Ты приходишь уже за приказом. Если бы ты выбрала себе уже, договорились с женихом, с кем-то, пришли батюшку благословите, вот мы вступаем в брак. То есть, помолитесь. Вот что такое благословите. А не требовать приказа, как будто батюшка уже знает волю Божию и сейчас вам сейчас вам всё скажут на свете. Вот так. – Здравствуйте. А вот ещё вопрос. Вы касались молодеца. Сказали, что 14 июля разрешили их в церковь переносить, оплевать. А как с теми, которые уже умерли, их тоже можно заобочным, значит, обидеть и привезти? То есть, они в полиции, да? – Да, я понял вас. Ну, первое, что я вам хочу сказать. Ангелов всё-таки не отпевают, а дети подобны ангелам. Это же просто мы привыкли уже в церкви, чтобы совершить какой-то, ну, я бы сказал, хороший церковный обряд, чтобы человека сопроводить уже его тело. Вот. На самом деле, и до этого решения дети все в Царстве Божьем, конечно. Сейчас это чин для чего в данном случае установлен? Для утешения, ну, нас таких, ну, я не знаю, маловерных или малопонимающих даже родителей. Вот. И есть уж вопрос, вопрос касается именно таких родителей, которые всё-таки, да, страдают, что как же, вот, ребёнок, так он и погребён, без этого, я полагаю, что, конечно, этот чин может быть совершён над этим младенцем, то есть, который уже погребён. Конечно, потому что это чин утешения, а Царство Божье уже у ребёнка есть. потому что сказал сам Господь. Это утешение для родителей. Поэтому, пожалуйста, да, скончался младенец, пожалуйста, приносите его в храм Божий, совершайте чин для утешения родителей. Но надо помнить, что таковых есть Царство Небесное, сказал сам Господь Иисус Христос. Это для нас истина. Ну, хорошо. Благодарю вас за ваше внимание. Что, вы хотите ещё спросить, да? Или нет? А, ну, давайте ещё. Есть молитвы такие, ну, святых отцов-то известных, где такие возбужденные слова. Ну, читается как бы от первого лица. А. Ну, ты понимаешь, что ты не исполняешь этого. Да. Сейчас я волнуюсь. Ничего, ничего. Ну, это вот, ну, может сказать, какой-то, ну, великий там цветок. А как, читай, когда ты знаешь, что ты не исполнишь... Ну, наверное, даже не так даже исполнишь это. Хороший вопрос, да. Спасибо. Спасибо. Почему установленные правила? Молительные правила, там, утренние, вечерние, другие правила, они являются для нас, если хотите, примером и идеалом, ну, идеал страшно, нормой, нормой христианского обращения человека к Богу. Это нормы. Но я же, я прекрасно понимаю, что то, что является уже исполнимой нормой для кого-то, то для меня это неисполнимо. С осознанием этого и надо читать. С осознанием. Вот Макарий Великий говорит, «Яко, ни кали же, никогда же сотворих благое пред тобою». Замечательно. А я вижу, у меня червячок так и копается. Ну, как вот я ничего благого не сделал? Я нищему копейку подал. Это Макарий, может, не сделал. Понимаете? Вот эти молитвы научают нас, как, в каком состоянии души мы должны обращаться к Богу. Поэтому не надо смущаться, нисколько смущаться, осознанием того, что я совсем не то, но, Господи, вот как обращались. И я стремлюсь только к этому. Как апостол Павел писал, «Почести высшего звания». Субтитры создавал DimaTorzok